На очередную встречу были приглашены постоянные слушатели проекта «Музыкальная Подмосковья», учащиеся младших классов второй школы, а также ребята из Видновской школы номер 10, которые посещают такие уроки впервые. В наш век совершенно другой, так скажем, музыки и анти-музыки. Вот такие встречи просто необходимы, чтобы дети знакомились с композиторами, чтобы они слушали действительно классические произведения, которые вот в устое нашей русской культуры. Занятие было посвящено одному из самых популярных и распространенных инструментов в мире – гитаре. Ребятам рассказали об истории возникновения, разновидностях, происхождении названия, о том, что свой облик гитара получила не сразу. Мастера экспериментировали с размером корпуса, креплением грифа и прочим, и лишь в 19 веке она приобрела современную форму. Пришественнице гитары была такая интересная, красивая лютня. В продолжении темы участниками ансамбля «Солнечные струны» под руководством Сергея Белохвостова был подготовлен концерт. Музыканты коллектива, выпускники детской школы искусств у города Видное. Произведения классические, музыка из кинофильмов, латиноамериканская музыка и джаз плюс. В Историческом культурном центре первое выступление, потому что программа была сделана, отработана, отрепетирована, и я считаю, что ее можно уже выносить на публику. Пускай даже на такую ее новую. Александр Иноземцев в этом году оканчивает музыкальную школу. Он уверяет, что освоить игру на гитаре очень легко и никаких трудностей в процессе обучения у него не возникло. Мне как-то нравятся все музыканты, которые играют на гитаре. Гитара – это вроде проще, чем пианино, один из простейших музыкальных инструментов. Но это не значит, что он звучит хуже всех остальных. На нем очень просто играть. Музыкальное занятие длится около 45 минут, как и школьный урок, чтобы дети не успели заскучать и переутомиться. Эти произведения мне показались очень красивыми. И вот, когда я вырасту, хочу научиться играть на гитаре. Мне больше всего понравился романс. А почему? Потому что он очень нежный и мелодичный. Мне очень нравится такая музыка. Музыкальное искусство, как и любое другое, способно воздействовать на всестороннее развитие ребенка. Ирина Москаева в своих еженедельных занятиях старается сделать так, чтобы дети влюбились в хорошую музыку. Чтобы они знали имена композиторов и Чайковского, и Римского, и Корсакова, и Глинки. И многих-многих композиторов, сенсансов, то, что я проводила. Так что у нас объем наших занятий очень большой. И я стараюсь это все преподносить интересно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.